Опеки и попечительства совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, главным специалистом юридического отдела, сотрудником по делам несовершеннолетних и участковым уполномоченными городского отдела полиции был совершен плановый выезд с целью проверки условий проживания подопечных. Осмотрев бытовые условия проживания и воспитания несовершеннолетних детей, прибывшими на место специалистами ведомств, было решено взять на контроль нуждающуюся семью, чтобы в дальнейшем оказать помощь в создании необходимых условий воспитания и содержания детей. Он не заставляет детей, он просто уезжает с ними, что мне это нравится, как-то он... Я с папой хороший, хорошая, его машина есть? У него машина москвичная, да, она москвичная. А вакууминальность с детьми будет? Вы не снижаете с семьей? Ну, как? Ну, по необходимости, но вот, раз, сходить, когда я не знаю. Во время проверок специалистами выяснялись вопросы, связанные с воспитанием, психологическим и соматическим состоянием здоровья ребенка, организацией образовательного процесса, дополнительной занятостью, лечением, оздоровлением, прохождением диспансеризации, обеспечением льгот. Родителям и опекунам были даны рекомендации по сбору документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством денежных выплат. Если вы хотите делать опеку на этого ребенка, вам сперва нужно привести в порядок документы вашего сына. Если вы правильно преподнесете вашему сыну, что если он оформит эти документы, это будет только во благо его ребенка, он оформит эти документы. Не лишая родительских прав отца и мать, опеку делать вам никто не даст. Смотрите, если вы делаете инвалидность вашему ребенку, сыну вашему, потом мы будем выяснять, мы будем разбираться, и мы признаем комиссиону, что ваша невестка бывшая, мать этого ребенка, не участвует в воспитании ребенка, и мы ставим вопрос о лишении ее родительских прав. Только в том случае вы имеете право претендовать на обедуство. В ходе рейда были проверены адреса, по которым проживают семья с рядом имеющихся замечаний по условиям содержания и предоставления жилищно-бытовых условий детям. По нескольким семям были сделаны предупреждения о необходимости исправления создавшего положения и условия проживания. Двум семям была оказана консультативная помощь. Зарема Хайбулаева, Тайгиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».